Меня зовут Дмитрий Шигардин и я представляю, что у меня наш традиционный утренний видеобрифинг эспрессо 9.40 по московскому времени на часах. Напоминаю, что с расписанием мероприятий наша компания может ознакомиться на сайте brokercraft.ru. Запись всех видеобрифингов выложена на нашем канале на YouTube. Ссылочку видите на своих экранах. Сейчас предлагаю переместиться к рабочему столу и давайте обсудим последние события на мировых рынках. Попробуем сделать прогнозы на открытие торгов в России сегодня. Итак, что мы сейчас имеем на западных площадках? Вчера американские фондовые индикаторы и рынки закрылись, мы видим, в красной зоне. Больше всех потерял NASDAQ за счет Apple процент потери, S&P минус 75%, Dow Jones промышленные фишки потеряли полпроцента в среднем. Мы видим, что закрытие торговой сессии по американским индексам в принципе прошло где-то ближе к нижней границе торгового диапазона, 1390 пунктов по индексу S&P 500. Азиатская торговля проходит преимущественно в таком разнонаправленном движении. Фондовая Япония сегодня закрыта, так что на Nikkei, на Topics мы сами сегодня не смотрим. Неплохо себя сегодня утром чувствуют акции китайских компаний. Здесь опять ходят слухи про возможность понижения нормативов по банковским резервам и некоторого послабления в области компаний, которые занимаются строительством жилой недвижимости. Все это спровоцирует спрос на риск на китайском фондовом рынке, который сейчас, как мы видим, стоит на своих внутридневных максимумах. Фондовая Австралия, чем-то очень похожая на российский рынок, напротив торгуется с довольно неприятной динамикой, 0,8% теряет индекс S&P ISX 200 и сейчас находится на своих внутридневных минимумах. Сейчас вы на своих экранах это увидите. Да, вот как раз в текущий момент практически самые низы облизывает австралийский фондовый индикатор. Так что в целом ситуация довольно противоречивая. С одной стороны Китай растет, но с другой стороны более значимые для российского рынка фондовые площадки снижаются. Япония сегодня, повторюсь, закрыта. Фичерсы на американские индексы в текущий момент стоят у нулевых отметок после вчерашнего снижения. В общем-то никакой выразительной динамики не показывают. Вот как раз на экранах хорошо видно, что где-то с часов 10 вечера по московскому времени фичерс на индекс широкого рынка S&P 500 застрял на уровне 1390 пунктов и с этого уровня, в общем-то, никуда особо и не двигается. Поэтому каких-то выводов делать довольно сложно. То есть никакой явно выраженной динамики сегодня с утра не наблюдается. Дилеры делают ставки на открытие торгов в Европе с понижением примерно на 0,4%. Так что здесь скорее тоже скорее негативные тенденции наблюдаются. На рынке нефтяном ситуация также стабильная. Стабильно-негативно я бы так это назвал. Нефтьбренд 116 долларов стоит 18 центов после вчерашнего сильного обвала. Начиная с 16.00 по московскому времени, там как раз господин Марио Драги выступал. По факту заседания Европейского центрального банка. И, в общем-то, мы видим, нефть довольно сильно провалилась. Если еще буквально два дня назад нефтяные котировки полисали вокруг отметки 120 долларов за баррель, то вот сейчас мы видим 116 довольно легко протестировали. И очень отскакивает от этих уровней особо не хотим. По рынку нефти хочу сразу сказать и напомнить вам, что состоятся несколько важных событий во второй половине мая 2012 года. Прежде всего, это событие связано с заседанием Совбеза ООН и Ирана по поводу ядерной программы. Судя по последним заявлениям, которые делали представители и Ирана, и ООН, проблема будет, скорее всего, решаться дипломатическим путем. Безусловно, это несколько снимает спекулятивную составляющую в ценах на нефть. Кроме этого, на американском континенте также будет очень интересное событие. Это запуск в рельсном направлении трубопровода Seaway и компании Enbridge. Я думаю, на слуху эти компании в конце прошлого года сделали много шуму, когда компания Enbridge выкупила трубопровод Seaway, соединяющий город Кашинг и Мексиканский залив, и выдвинула свои планы, связанные с тем, что планируют развернуть направление движения нефти по этому трубопроводу как раз-таки от города Кашинг в сторону Мексиканского залива. Напомню, что система нефтепроводная в США имеет определенные особенности, и нефть, как правило, движется с юга на северо-запад. И вот это вот событие, реверсный запуск трубопровода может внести серьезные коррективы в историю спреда между марками Brent и WTI. Большое количество и канадской американской нефти может теперь поступать к берегам Мексиканского залива, и, в принципе, при определенных условиях можно наладить поставку нефти из США, ну, к примеру, в европейские страны. Поэтому скорее я здесь буду голосовать за сужение спреда между Brent и WTI за счет, скорее всего, снижения котировок именно Brent. Ну, посмотрим, так это и не так. В самой ближайшей перспективе, я думаю, некоторые движения наметятся. Золото стоит также на своих минимальных уровнях после вчерашнего провала. В общем-то, никакой выразительной динамики нету. По серебру, по платине абсолютно та же самая ситуация. То есть тут на сырьевом рынке полная стагнация, и никаких сильных движений нет в целом. Надо отметить, что объемы торгов сейчас довольно низкие, точнее, очень низкие, крайне низкая ликвидность, и активность участников фондовых торгов крайне низкая. Все это обуславливает ту вялость, которую мы сегодня видим, и в целом ту возможность резких движений рынка, которую мы периодически с вами наблюдаем. Именно из-за низкой активности игроков возможны сильные движения, потому что, в принципе, на рынке остались одни роботы и спекулянты. И ни в обиду никому не будет сказано. Ключевое событие текущего дня – это, безусловно, данные по американскому рынку труда. Сегодня в 16.30 будет опубликована эта статистика. В целом, рынок ожидает, экономисты ожидают то, что в апреле месяце американская экономика прибавила 160 тысяч новых рабочих мест в низкохозяйственном секторе США. Non-farm payrolls, так называемый, в частном секторе ожидают прироста на 165 тысяч, в промышленном секторе – 20 тысяч. Уровень безработицы ожидается на уровне 8,2%. В целом, диапазон колебаний по ожиданиям по non-farm payrolls довольно широкий, и 160 тысяч прогноз является медианой среди тех многочисленных, которые выставляют сейчас экономисты и аналитики опрошенный Bloomberg. Диапазон колебаний ожиданий по non-farm payrolls колеблется в диапазоне от 120 до 180 тысяч новых рабочих мест. Поэтому надо отметить, что в целом аналитики и экономисты довольно, ну, не довольно сильно, но в целом занижают, с моей точки зрения, несколько прогнозов по динамике рынка труда американского. Но что хочу от себя отметить, это то, что за период с 2008 по 2009 год американская экономика через призму non-farm payrolls потеряла 8,6 миллиона рабочих мест, вот на своем экране сейчас-то видите, а в период с 2010 по текущий момент экономика американская прибавила порядка 3,5 миллионов человек. То есть в целом за 3, точнее за 2 последних года, 2,5 последних года американская экономика восстановила менее половины тех потерь, которые она понесла во время финансового кризиса. И все это без учета того, что за последние 2 года население США выросло, ну, по некоторым оценкам, миллионов на 5 человек. То есть в целом ситуация на рынке труда остается крайне удручающей, и занятость формируется исключительно, ну, не исключительно, а во многом благодаря параметру частичной занятости. То есть в основном американские компании нанимают людей на низкооплачиваемые места с неполным рабочим днем. Это тоже очень важно, но, как правило, в финансовых СМИ очень редко говорится про особенности рынка труда. Но в целом по Европе надо отметить, что та же самая картина, по Германии, по Великобритании, по абсолютному большинству стран цифры по занятости рисуют в основном благодаря параметру частичной занятости. Ну, в общем, как бы это ни было, 16.30, ключевое событие дня, данные по американскому рынку труда до этого момента, в последний торговый день на европейских, на американских и азиатских рынках, я не думаю, что какие-то сильные движения будут наблюдаться, поэтому в целом, мне кажется, после утреннего открытия негативного по российскому рынку, я жду негативного открытия, правда, минус ожидаю совсем-совсем минимальный. Мы вчера, в общем-то, тестировали важные уровни поддержки, 1340 пунктов по индексу МВБ, 1560 по индексу РТС уровней, пока эти не сдали, несмотря на довольно слабую нефть, и, с моей точки зрения, пока эти уровни держатся, пока они в силе, в общем-то, шансы некоторые на отскок все-таки пока существуют, с моей точки зрения, но в том случае, если эти уровни будут сданы, те, которые я озвучил, то, безусловно, довольно хорошую, красивую красную свечку вниз мы можем по рынку увидеть. Те события, которые могут позитивно отразиться на рынке, еще раз повторюсь, с моей точки зрения, это инаугурация президента и формирование состава правительства Российской Федерации, инаугурация 7 мая, по-моему, состоится в понедельник, а правительства должны сформировать до 22 мая, то есть, в общем-то, снижение политических рисков может, в принципе, вернуть часть капиталов в Россию в целом и на российский фондовый рынок, но тут событие довольно спорное, но я думаю, что в целом довольно позитивное. Из негативных моментов хочу отметить президентские выборы во Франции. В этом воскресенье состоится второй тур. По всей видимости, по опросам пока лидерство принадлежит господину Оланду, и в том случае, если он выиграет эти выборы, то ситуация в Европе может кардинально и резким образом измениться. Как раз-таки для фондовых рынков, я думаю, в крайне негативную сторону, потому что резко нарушатся те договоренности, которые были сформированы во время президентства Николая Саркози, то есть, в общем-то, в случае прихода Оланда к власти, я не думаю, что фондовые рынки с оптимизмом воспримут это событие, так что риск очень серьезный политический в Европе сейчас есть. Кроме этого, в воскресенье состоятся выборы парламентские в Греции, там тоже, в общем-то, непонятная ситуация, по всей видимости, будет сформировано новое правительство, где не будет явного лидерства за какой-либо из политических партий, и в целом это может также нарушить некоторую стабильность в отношении Греции, которую мы наблюдаем в последнее с вами время. Так что ближайшие дни ожидаются очень интересными, я напоминаю, что завтра российские фондовые рынки за майских праздников продолжат торговаться. Ну, прошлую субботу все прекрасно помнят, в принципе, никакой активности не было, погода на улице хорошая, светит солнце, и поэтому закрывайте сегодня свои терминалы, и даже, в принципе, завтра можете не приступать к торгам, потому что, ну, ничего интересного лично я от завтрашнего дня не жду. Спокойно отправляйтесь на майские праздники, и, в общем-то, будет, как говорится, вам счастье. Так что такой сегодня достаточно интересный день. Кроме 16.30 данных по американскому рынку труда, в ближе к 12 часам будут публиковаться индексы деловой активности в Европе, индекс деловой активности в секторе услуг. Данные, которые получали по промышленной активности, были достаточно удручающими. По Европе, безусловно, накладывает очень неприятный отпечаток в целом на европейскую экономическую ситуацию, да, и ничего хорошего пока не предвещает. Посмотрим, как сегодня, как считается сектор услуг. По некоторым странам данные будут уже финальные. Вторая переоценка. Ну, вот по Италии индекс деловой активности в секторе услуг будет, данные свежие. Посмотрим, чего получится. Но видим, что ожидания все ниже 50 пунктов, которые отделяют рост деловой активности от снижения. Так что в 12 часов смотрим на Европу. В 13.00 розничные продажи Европы за март. Достаточно старые данные, я там ничего хорошего не жду. И в 16.30 статистика по американскому рынку недвижимости. Сегодня на российском рынке из важных событий отмечают закрытие реестра акционеров по Роснефти. Поэтому в целом там может быть негативная динамика. Роснефть довольно большой вес имеет в индексе МВБ. И, в общем-то, снижение котировок может подстегнуть к негативной динамике фондового рынка России. Так что не думаю, что какой-то сверхударный день мы сегодня увидим. Ожидая открытие в небольшой негативной территории, после этого ожидая некоторую стабилизацию вплоть до выхода европейских данных. И основные движения начнутся, мне кажется, в 16.30 по московскому времени в случае пробоя ключевых рубежей по российским рынкам, конечно, перспективы очень сильно омрачатся по рынку. Но если мы удержим до конца недели уровень 1440 по индексу МВБ, думаю, что не все еще будет потеряно. Поэтому торговля исключительно внутри дня, среднесрочные позиции пока что открывать я не вижу смысла. На этом будем завершать наше утреннее мероприятие. Всем большое спасибо. Всех с наступающими праздниками. Праздники действительно значимы, великие. С праздником Победы всех. И встретимся с вами сегодня, со мной лично, в 12 часов по московскому времени в видеобрифинге «Своя позиция». Более подробно обсудим ситуацию на мировых фондовых рынках. До свидания.